Пермские ученые разработают технологию очистки подземных вод от нефти. Их проект победил в федеральном конкурсе. На него выделили 10 миллионов рублей. О самом важном и интересном готовы рассказать и мы. Здравствуйте, в студии Екатерина Кравцова, это новости верхниками. И вот главные темы выпуска. Точка в трагическом деле. Сегодня Соликамский городской суд вынес приговор сотрудникам подрядной организации, по вине которых в декабре прошлого года в шахте Скру-3 погибли 9 человек. Метиметла метим. Сегодня нам стали известны подробности якобы массового увольнения дворников березняковских управляющих компаний. Главное не заблудиться. Сегодня в Березняковском парке молодежь города состязалась в спортивном ориентировании. Сегодня еще одно громко уголовное дело подошло к финалу. В Соликамском суде озвучили приговор пяти руководителям подрядной организации, обвиняемым в пожаре на Соликамской шахте третьего рудоуправления компании «Уралкалий». Напомним, трагедия произошла в декабре прошлого года и оборвала жизни девяти человек. Далее вас ждет репортаж из зала суда. Один за другим полицейские снимают с обвиняемых наручники. До начала оглашения приговора есть еще несколько минут. За это время подсудимые успевают перекинуться с родными несколькими словами. На лице бывшего горного инженера Святослава Седова и вовсе играет улыбка. Напомню, в канун нового года 22 декабря поступил сигнал о возгорании в строящемся шахтном стволе в Соликамске. В это время там трудились 17 человек из башкирской подрядной организации. Восьми удалось выбраться на поверхность. Тела девятерых мужчин спасатели искали больше суток. По факту гибели рабочих было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Под суд пошли сразу пять человек. Трое горных мастеров, начальник участка и начальник объекта шахтостроительного комплекса. Во время разбирательства они находились в СИЗО. Следствие установило, что пожар это не просто несчастный случай, а следствие жестокой халатности. Согласно материалам уголовного дела, подсудимые прекрасно знали о существовавших нарушениях правил безопасности, но желая закончить работу побыстрее закрывали на это глаза. Эксперты заключили, что пожар возник из-за использования электродуговой сварки. Во время работы раскаленные частицы металла попали на затвердевшую смолу на месте скрепления ствола. Та воспламенилась, а после огонь охватил деревянную опалубку, которая почему-то не была обработана противопожарным составом. В итоге пожар унес не только 9 человеческих жизней, но и нанес ущерб подрядной организации в размере более 52 миллионов рублей. Суд признал виновными в трагедии всех пятерых фигурантов. Горный мастер Чукаев, который вступил на должность за неделю до пожара, получил три года в колонии-поселении. Остальные четверо отправились за решетку на 4 года. В указанные сроки традиционно зачтутся месяцы пребывания в СИЗО. В Березняках массово увольняют дворников. Такие сообщения накануне заполонили многие паблики и сайты региона. Жители опасаются, что за сокращением работников последует закрытие самих управляющих компаний. Анастасия Лакман разбиралась в ситуации. Как бы странно это ни звучало, но вот она одна из причин массовых увольнений сразу в 8 управляющих компаниях города. Коммунальщики решили перейти на новый уровень и закупили в свой арсенал воздуходувки. С их помощью уборка идет в разы быстрее и качественнее. Дворникам при этом больше не нужно махать метлой и прилагать физических усилий. Сейчас особо нагрузок таких не надо. То есть, если этот рюкзак, как раз-таки эта ветродувка, вешает 10 килограмм, ну это грубо говоря, то на спине, так как устройство ортопедическое, оно почти не чувствуется. То есть, убираться можно вполне спокойно. Именно поэтому с недавних пор дворников обязали перейти на новый режим работы. Ранее им ставили задачу вручную убрать от двух до четырех дворов за смену. Разумеется, многие работали спустя рукава, чтобы побыстрее уйти домой. Сейчас такая схема не сработает. Людей обязали убираться полный день, по 8 часов с перерывом на обед. За качеством теперь пристально следят бригадиры. И даже несмотря на то, что зарплата у дворников существенно выросла, многие с новыми условиями не согласились. Отсюда и массовые увольнения. Сейчас будут проходить действительно бригадный способ уборки. То есть, не один человек будет приходить на дом, а именно группа уборщиков и дворников, так называемых, которые будут производить и одновременно уборку при домовой территории, и одновременно уборку подъездов. Во многих многоквартирных домах не видно еще то, что будет изменяться. Но мы стремимся все к лучшему, стремимся в будущее. Поэтому единственное, что хотелось бы попросить у жителей домов, это, наверное, немного терпения. Также управляющие компании просят жителей девятиэтажек, где мусоропровод встроен в подъездах, не держать складские помещения под замком, используя их в своих нуждах. Поскольку прочистить мусоропровод от засора и скопившегося мусора коммунальщики не могут. Отсюда неприятный запах в подъездах. Кроме того, организация будет рада видеть в своих рядах новых уборщиков. Зарплата от 25 тысяч рублей. Обед за счет компании. По всем вопросам можно обращаться по телефонам, которые сейчас на экране. Анастасия Лакман, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхниками. Далее важная информация для жителей многоквартирных домов в районе больницы Вабрамова. Завтра, 10 октября, с 9.30 утра до окончания работ будет отключено водоснабжение по следующим адресам. Улица Ломоносова, 137, 139, 141, 143, 145 и 147. После возобновления водоснабжения воду необходимо употреблять в кипяченом виде в течение трех суток. Телефон диспетчерской службы БВК 274900. ЕДДС 112. В Прикамье разрабатывают новую транспортную модель межмуниципальных пассажирских перевозок. И АвтоВАЗ отзывает тысячи машин Лада Гранта. Об этом мы не только расскажем в рубрике «Новости коротко». Минтранс Прикамье хочет с июня запустить 7 межмуниципальных маршрутов. Сегодня на заседании правительства министр транспорта Пермского края сообщил, что в рамках внедрения новой краевой транспортной модели с 1 июня 2020 года краевые власти планируют запустить 7 межмуниципальных маршрутов, еще 5 с 1 июня 2021 года. До 2023 предполагается полностью обновить подвижной состав. Для этих целей в следующем году планируется закупить 54 автобуса за счет краевого бюджета. Тарифы на проезд будут регулироваться краевыми властями. Также на заседании правительства прозвучало, что в Березниках планируют построить новый автовокзал, а также обновить здание вокзала в Кудымкаре. Автоваз отзывает для ремонта почти 4000 автомобилей «Лада Гранта», проданных через дилерскую сеть с августа этого года по сегодняшний день. Отмечается, что такие «Лада Гранта» могли быть укомплектованы с завода бракованными обратными клапанами усилителя тормозов. Поясним, что признаками выхода из строя этой детали являются тугая или, напротив, мягкая педаль тормоза, а также полная неработоспособность педали. Представители «Автоваза» проинформируют автовладельцев о необходимости предоставить автомобиль в ближайший официальный дилерский центр для замены бракованных деталей на новые. Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России. Об этом говорится в исследовании аналитического центра при правительстве страны. По данным экспертов, он увеличился на 35% в 2019 году по сравнению с 2017. Доля нелегальных поездок составляет порядка 16% по России. В 21 регионе страны доля нелегальных поездок превышает 25%, а в 13 регионах более 50% поездок на такси совершается водителями без разрешений на таксомоторные перевозки. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев. Кто из нас не любит получать подарки и поздравления в честь главного праздника в году – Дня рождения? А вот магазин «Домостроев» в честь своего трехлетия дарит подарки своим любимым покупателям. Только сегодня вы сможете забрать с полок магазина товара со скидкой 20%. Красочная детская, уютная спальня и стильная гостиная – мечта каждой хозяйки. А для главы семейства на первом месте качество и экономия времени. Приехал в одно место и нашел все, что нужно для ремонта. Вот уже как три года помогает горожанам в строительных делах «Домострой». Свой день рождения магазин празднует вместе с любимыми покупателями. И каждому на покупки дарит скидку целых 20%. Сегодня в честь дня рождения «Домострой» работает до 12 ночи, поэтому торопитесь выгодно закупиться товарами для дома со скидкой 20%. Предложение распространяется на все отделы, кроме общестроительного и конструкционного, а также желтые ценники. А доставку организует магазин «Домострой»? Праздничную программу «Домострой» начал с полудня. На строительный шопинг пришли Людмила Петровская и Екатерина Захарова. Покупательницы выгодно набрали себе материалов на несколько десятков тысяч рублей. Двери, шифровальную машинку, замки. Все для дома, для уюта, для состояния, для комфорта. Чтобы все, как говорится, можно было сделать и самим, и полюбоваться глазу. Любоваться ваши глаза будут на новые стильные обои. Огромный выбор расцветки, фактуры и рисунка. Решение здесь есть как для красочной детской, так и для строгой гостиной. Гармонично дополнит интерьер правильно подобранная люстра. Будь то приглушенный лофт или яркая детская комната, выбор здесь есть на любой вкус. Нет ничего более приятного, чем ходить по уютной квартире и любоваться ремонтом. Особенно, если ваши ножки ходят по приятному и стильному покрытию из ламината или линолеума. Подобрать цвет пола под обои не составит труда. От убилия выбора разбегаются глаза. И, конечно же, финальный штрих – это стильные шторы, а для теплых посиделок – уютный плед и мягкие подушки. Приобрели шторы сегодня, потому что ремонт у нас в процессе, дополняем интерьер. А что пожелаете магазину «Домострои» в честь его дня рождения? Процветания, в первую очередь, большого потока покупателей, самое главное. Сантехника, инструменты, обои, напольные покрытия, люстры и еще много других товаров ждут своих счастливых покупателей. Не проспите главную распродажу, отправляйтесь прямо сейчас. Такая возможность купить товары со скидкой 20% есть только сегодня до полуночи. Магазин «Домострои» любится их покупателей и ждет всех на Карломаркса 105. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин, Новости в Верхней Камье. Сегодня днем по городскому парку возле бывшего стадиона «Титан» бегали школьники, что-то искали в лесу. Дом экскурсии туризма провел городские соревнования по парковому ориентированию. Какие задания были участников и всем ли удалось справиться с этапами, узнаете из нашего следующего сюжета. «Внимание! Стас! Горой, давай!» Почти 200 участников и 19 команд и школ города и учреждений дополнительного образования сегодня состязались между собой в ориентировании по городскому парку. Лимит игроков для каждой команды был 10 человек. «Мне очень понравилось. Сначала было тяжело, потом мы спускались из горки, мне было очень легко, ну и вот. И потом мы спрашивали у всех ребят, куда бежать, и они нам подсказывали». Артем Битнер – самый маленький участник соревнований. Так вошел в азарт, что вместо четырех необходимых цифр на станциях собрал все семь, как для старших ребят. Однако ориентирование по парку для него было сплошным удовольствием. Он умудрялся даже помогать другим во время прохождения этапов. «Я в прошлом году хотела поучаствовать, но не получилось. Сегодня я поучаствую, и это очень круто. Я думал, что буду бегать, наверное, целый час, но в итоге прошло где-то за 10-20 минут». Поддержать воспитанников в своей секции юные инспектора движения пришла педагог Вера Кулакова. Для нее соревнования туристов особенно памятные. Ведь 30 лет назад в нашем городе открылась станция юных туристов, и ее воспитанники были в числе первых участников. «У нас были тренировки, мы на велосипедах объехали весь парк. Я их учила ориентироваться относительно улиц. Мы проезжали по всем этим тропинкам, где есть, значит, возможные могли бы быть капе. То есть ребятки более-менее знакомы». Соревнования «Осенний старт» проводят ежегодно для школьников города. Ведь даже в городской среде можно приобрести навыки, которые спасут тебе жизнь. Например, если ты потеряешься в лесу. «Ориентирование на местность – очень интересный вид спорта. Его сравнивают с шахматами. Здесь участнику нужно действительно подумать, где ты находишься, проложить свой маршрут и простроить тактику прохождения дистанции. Это очень пригодится, не заблудится в лесу, если у тебя есть карта под рукой». Финальный коридор судьи записывают итоговое время. Однако узнать результат можно будет только через несколько дней. Тогда же и объявят призеров соревнований. Кристина Придейна, новости Верхниками. Прогресс не стоит на месте. В Березняки проезжает полезная и в то же время удивительная выставка «Мир инструмента». Необычные вещи помогут превратить работу в радость, а главное – решить многие бытовые проблемы. Сергей Каленик расскажет, на что стоит обратить особое внимание. Благодаря этой овощерезке не проблема быстро нашинковать капусту, идеально ровно нарезать апельсины, огурцы, сыр, да что угодно. А при помощи такого приспособления можно очистить рыбу в мгновение ока. Любой нож можно озвучить с помощью этого инструмента. Проводим три раза четыре по ножу. Стружку снимает. Старый тупой нож обретает новую жизнь, да так, что бумагу режут как по маслу. Выставка не обошла и садоводов. Например, благодаря этой пиле можно удалить ветки на высоте до пяти метров. Обстричь кустаренький теперь не проблема при помощи такого острого секатора. Если этот секатор не справляется, тогда нам на помощь приходит такой мини-гигант. У нас уже перерезается вот такая ветка. Здесь же японские пилы с уникальной заточкой и обратным зубом. На выставке не забыли и о прекрасных дамах. Для них лазерные терки для ухода за кожей стоп и пяток. Вот этот инструмент помогает нам вот эти твердые проблемные ногти состричь. Или обычные. А вот эта терка лазерная для пяток за счет вот этой микронасечки убирает загрубление мозоль на топтыш. Без усилий. Набор для необрезного маникюра. С помощью этих пилок можно спилить кутикулу, сделать ноготь круглым и убрать околомоктевые валики. Актуальные, полезные и интересные приобретения представлены на выставке-ярмарке «Мир инструментов». Здесь же их можно протестировать и убедиться в легкости решения обычных повседневных вопросов. Очень много классных вещей. Они мне все безумно нравятся. То есть здесь есть уникальные овощерезки. То есть ты пришел домой, ты можешь за три минуты настрогать салат, огурчики, помидорчики. То есть и все сытые довольны. Мне очень понравилась ярбарка. Приобрела вот такую шинковку. Очень тонко режет в преддверии засолки капусты супер и набор пилочек для необрезного маникюра. Выставка «Мир инструмента» расположилась во Дворце Ленина и будет гостить в течение трех дней с 10 по 12 октября. Успевайте удивить своих близких. Сергей Калейник, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Считанные дни остаются до открытия самой вкусной и полезной ярмарки. Рыбные деликатесы и морепродукты из Дальнего Востока совсем скоро приедут в Березняки. Свои ароматные и аппетитные деликатесы представят нам гости из Камчатки. Золотистые балыки-белорыбецы, палтус внушительных размеров и манящий блеск красной икры. Рыба холодного и горячего копчения, замороженная рыба и морепродукты. Все это будет доступно березняковцам уже с 14 по 17 октября в ДК имени Ленина. Ярмарка «Рыбак Камчатки» будет рада видеть вас у своих прилавков. Продавать только качественное – это принцип рыбной лавки. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефону 262817 и 431711. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Это были главные новости Верхнеками. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхнеками ТВ. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания. В Кудеснике качественные двери и окна, раздвижные конструкции для балконов и лоджий, собственные квалифицированные установщики, беспроцентная рассрочка. В честь открытия нового салона на Ленина 59 дополнительные скидки и подарки. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки». С 14 по 17 октября в ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды – автосалон «Лада» «Березники». Ближе – значит лучше. Покупай автомобили «Лада» в «Березниках» у официального дилера на Ленина 31А. Спонсор прогноза погоды – сеть клиник «Мидси Мидлайф» в Перми. 10 октября в Пермском крае синоптики прогнозируют дожди. В Александровске – плюс 5. В Кизле столбик термометра будет на отметке плюс 3. В Соликамске – плюс 4 градуса. В Березниках в четверг температура воздуха ночью – плюс 3. В дневные часы – плюс 5 градусов. Атмосферное давление – 745 мм штутного столба. Ветер юго-западный – 2-4 метра в секунду. 10 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Еще один новый салон «Кудесник». Это качественные входные и межкомнатные двери от производителя. Окна и раздвижные конструкции. Проспект Ленина, 59. Дом учителя, правое крыло. Приходите, выбор есть. Только с 14 по 17 октября. Дальневосточные морепродукты. Чувыча, Кижуч, Красный и Крад. Производители «Рыба Камчатки». Город Березники. Доколение на улице Ленина, 50. Специально для жителей Верхней Камья. Автосалон «Лада Березники» предлагает особые условия. Покупка автомобиля «Лада» от 340 тысяч рублей. Выгодный кредит. Скидка по госпрограммам 10%. Без первоначального взноса, без каска. Приезжайте к нам. Город Березники, проспект Ленина, 31А. Скидки на имплантацию зубов до 33%. В клинике Медси Медлайф в Перми. Запишитесь на бесплатную консультацию. 259-99-20.